Всем приветики! Начинаем новый влог. Только что вышла с душем. У нас висит объявление на подъезде, что через там несколько дней не будет горячей воды. Ну, как обычно, летом в разных районах снимают воду на две недели где-то примерно. То есть чуть-чуть стало тепло. Вот у нас сегодня 1 июня. У нас сегодня где-то 24 градуса. Ну, действительно, очень жарко, что вот даже пришло жалюзи опустить. Жалюзи, я знаю, да, но мне нравится больше говорить жалюзи. Но суть не в этом. Вот. И снимают воду. Это, конечно, такая печалька. Я знаю, что это необходимые меры. Но вот только стало тепло буквально. И через несколько дней не будет воды. Да ё-моё, что такое-то. Я так люблю принимать душ каждый вечер. Вот стоять там, релаксировать, греться. И меня вот этой радости, так сказать, будут лишать. У нас сегодня на балконе вот так вот получилось. Мы занавесили всё, потому что светит очень яркое солнце. Просто-таки вообще яркое. И невозможно даже в комнате находиться и здесь тоже, поэтому. Поэтому так. Но всё равно я рада, что наконец настали тёплые дни. Закончились эти бесконечные дожди. Всем приветики. Начинаем новый влог. Едем на автобусе. Новое место прогулочное. Называется Печерск. Ну вот мы приехали уже сюда, в Печерск. Здесь такие дорожки. Ну как, это не совсем Печерск, это такие вот дорожки. Ну это лес, Печерский лесопарк. Здесь озеро есть, Печерское лето. Вот Саша песка поёт. Эта дорога ведёт Космоскорт. Да, эта дорога ведёт Космоскорт. Ну там что, там беседки снимают. Печерка, там спортом занимают. Ну спорт, да. Мини-отель есть, как можно. А, да, мини-отель. О, всё знаешь. То есть, ну, такое место очень-таки интересно. Ладно, сейчас вот там спортсмены какие-то занимаются. Вот такая вот приятная дорожка среди деревьев. Такой запах приятный, свежести такой. То есть, ну воздух, конечно, очень сильно отличается от того, что в городе мы имеем. Поэтому здесь очень приятное место. Саше себе надо было уже какую-то ветку. Вот одели этот батник, который мы покупали вот недавно в Айкике. Вот Никите такой и Саша. Очень-таки ничего оказался батничек симпатичный. Саша подошёл. Вот уже здесь много машин. Потому что сейчас подъезжаем к этому самому космос-корту. К космос-корту подходим. Саша, пойдём. Пойдём дальше. Мама, как всегда, одела куртку тёплую. Ну как, она не тёплая, но в принципе вечер уже. А я вот в этом своём летнем костюме. Ну не летнем, он такой очень лёгкий. Вот такой получается. Тоненький такой. Мне пока не холодно. Мне пока нормально. Хоть уже, наверное, часов 7. А, какой 7? Полвосьмого уже где-то, ближе к восьми. Очень тепло, комфортно. Нет ветра вообще, что бывает редко. Ну в принципе по вечерам нормально. Поэтому пока всё очень нравится. Ну да, кругом лес. Вот мы уже подходим, там кто-то в теннис играет. То есть спортивный такой клуб. Тут можно и перекусить, да, комплекс, и переночевать. Тут и, наверное, и бассейн тут есть, и беседки можно здесь снять. Одна беседка час стоит 15 рублей. Мы недавно узнавали. А вот и озеро виднеется. Сейчас мы туда подойдём, и я поснимаю. Лесной рай. База отдыха и туризма. Вот так вот здесь. Ну вот такой вот симпатичный комплекс. Ну это гостиница, я так понимаю. Так, ладно. Идём дальше. Там вон беседки уже. Там кто-то сидит в беседках. Тоже неплохо. Вот так вот это всё выглядит. Вот это, наверное, те самые беседки. 15 рублей час. Ну здесь, конечно, уютно. Очень так хорошо. Там уже озеро виднеется. Саша начинает капризничать. А нет, он просто не захотел ехать на самокате. Нет, всё-таки сзади это были не беседки. Это было просто кафе. Там было написано «Кафе Очаг». Но я помню, что здесь есть такие беседки. Они просто, наверное, немножечко в другом месте находятся. А ещё здесь можно кататься на лодке. Я помню, каталась когда-то на лодке. Ну, так, на любителя. Почему бы и нет когда-нибудь. Но озеро тут достаточно глубокое. Купаются? Ой, слушайте, уже купаются. Говорю, 1 июня и уже всё. Купальный сезон открыт. Но мы здесь, честно говоря, не купаемся. Потому что, ну, я не знаю, как-то. Или в море, или в душе. Хотя раньше купались когда-то. Купались, сделали лестницу. Такой лестницы не было. Ну да, прикольно. А может, туда не пойдём, Костя? Вот там даже какие-то виды спорта. Вот наставь в самокате, я возьму его. А как это называется? Он мужик там на этой трозанке или что? Вот, впереди он там. Не вижу. А он просто сейчас в воде, поэтому. Но на верёвке там вот такая вот сверху. Да, вот эта вот штука, и он на ней катился. Потом бах, и в воду. Ну, не знаю, по-моему, ещё прохладно плавает. Здесь лежат, посидится. Да, можно. Здесь очень даже ничего. Такой пляж получается. Кто-то купается, кто-то сидит, а джетый. Кушаем, да, посмотрим. А, там какие-то, наверное, соревнования проходят. Там, вон, говорят с этого рукура или чего. О, Саша увидел воду, и всё. Макать, макать, макать. Ну, так вот, даже уточки здесь какие-то есть. Но озеро здесь не заканчивается. Это здесь какой-то такой... Я не знаю, как это назвать здесь. Да, ну, а там река? А где там река? Ну, там далеко куда-то туда можно. Ой, прям вообще воду. Там костёр кто-то развёл. Сейчас же нельзя, вроде бы, костры. Ну, да, вообще не знаю. Ну, это, наверное, не всех останавливает. Кстати, комары имеются. А вот про что я говорила. Вот какой-то дядя на чём-то там. Ну, он на чём-то стоит. Не знаю, как это назвать. Ну, может, и водные лыжи, не знаю. Ну, верёвка, какая-то трос. Верёвка, трос. Верёвка, трос. Ну, не знаю. Саша! Вот, не знаю, как его назвать. Зашёл прямо в кроссовках туда в воду. Ну, потому что вот они плавают. И Саша тоже, как маленькая обезьяна, хочет тоже воду. Как же он любит воду? Я не знаю, как его сейчас отсюда оттащить. Саша, не трогай эту бутылку! О, что Саша устроил. Сначала в воду залез, а потом сразу в песок. Да, Саша? О, о, о! Злючка! Он ещё и дерётся. Да, не хотел, чтобы я снимала его грязные, мокрые ноги. Наверное, ему стало стыдно. Он уже знает, да, когда я снимаю, иногда там и любит, и позирует, и всё. Но иногда это вообще, конечно. Ой, Саша. Ну что, мокрые ноги? Саша, увидел воду, и всё. Видел, как мальчик сюда ртом. Отойди, пожалуйста, от этой воды. Руки не надо, у тебя чистые. Пойдём. Здесь руки не моют. Отойди. Засуни язык обратно и пошли. Саша, нельзя, ну что ты делаешь? Отходи отсюда. Отходи быстро. Да что ты? Так, прошли мы этот ручеёк, так сказать. Вот здесь тоже так красиво. Мостик такой среди воды. На лодках плавают. Идём туда, там такие дорожки. Это огулочная зона. Кто-то на велосипедах катается, кто-то так просто. Ну как-то так. Ещё один такой же товарищ. Решили туда не идти к озеру. Потому что там вот тоже можно, но там вода. Пойдём на выход. На какой? Так там надо погулять ещё. Тебе и потом что-то на выход. Пойдём, пойдём, конечно. На выход. Костя же хочет. На выход. Мы ещё только зашли. Да не только мы зашли. Ладно, просто прошли воду и уже будет полегче, наверное. Потому что Саша очень любит воду. Просто вообще. У него, значит, башня. По секрету рыбит. Да, и повторяет за всеми. Кто-то пошёл туда плавать, и он пошёл за ними. Кто-то стал воду пить, и он хочет лизать пить. А мы не даём. Вот. Ну, сейчас он встал уже на самокат. И нормально. Ноги не промочил. Самое главное. Можно дальше гулять. Как это дёргает. Папа хотел его прокатить. Да не тут-то было. Парень-то у нас характерный. Вот там какая-то сцена, помню, впереди. Тут иногда бывают мероприятия всякие проходят. Там проходила выставка собак. Господь мне участвовала. В этом месте, да, была когда-то выставка собак. Нас даже было. В каком-то влоге рассказывали. Русский спинельбосс. Звали. Очень породистый. Мы его из Питера везли. И сюда даже приезжали на выставку. Он здесь тоже принимал участие, да. Было такое дело. Саша побежал туда. Не знаю, как это назвать. Ну, вот эта вот сцена такая. Тут иногда проходят всякие мероприятия. Ну, а здесь, не знаю, просто сидят, что ли, люди. О-о-о, бегают уже. Саша, говорю, мечтает, чтобы мы мяч купили. Ну, это опасно. Очень опасно. Будет разбито все. Поэтому всему свое время. О, мяч схватил. Ну, пусть поиграют. Саша, отдай мяч. Саша. Ух ты. Давно, скажи, мечтал это сделать. Дай мальчику мяч. Ух ты. Ну, что, пусть поиграют, пусть и взрослые, но все равно. Ты ногами, Саша, ногами. Это мальчику мяч отдай ему. Ты поиграй, ногами пекай, а он тебе будет в ответ. Вот, молодец. Саша. У комары здесь? Здесь комаров много кусается. Саша, кидай мальчику мяч, это их мяч. Саша. Ой, сколько комаров здесь вообще. Ну, меня сейчас чувствую все искусают. Смотри, он такой радостный. Ну, так до мяча дорвался. Она будет мокрая, он бегает. Саша, ты играй, ногами пинай мячик. Ну, куда ты понес? Саша, ногами пинай мячик. Как футбол. Ну, все, наигрался? Ну, наверное, конечно, придется купить Саше мяч. Пусть мы сопротивляемся, но хочет играть в футбол. Поэтому когда-нибудь приезжай даже сюда, в Пещерск. Чисто для улицы мяч. Дома не давать. Поэтому, в принципе, можно, раз он, ребенок, так хочет мяч. Вот он интересуется всем, что с футболом связано. Если он видит где-то футбол, играет там взрослый, там стоит, смотрит, так хочет играть вообще. Ну, а мы идем дальше, уже входим в лес. Вот и полянки такие есть разные, отдаленные вообще. Как бы птички поют. Вообще, такая красота. Вот такая вот красотень. В общем, мы не стали идти туда вглубь, потому что комары просто сжирают. Действительно, их столько много, как никогда. А там их больше еще. Поэтому мы возвращаемся назад. Потому что мы не хотим быть съеденными комарами. Саша не разрешил даже его фотографировать. Такой уже. Мы немножко пофотографировались, совсем чуть-чуть. Саша пыталась поймать, но это получилось в бегах, в бегу и на ходу. Думаю, дам у тебя. Не хочешь, как хочешь, в конце концов. Решили, не знаю, приехать, наверное, сюда с мамой вдвоем. Костя придет вечером с работы. Уставший будет дома, а мы и поедем. Потому что я хочу туда походить, к озеру. Тут много дорожек разных. Не знаю, потому что комары все-таки кусают. Не хочется, чтобы они нас поедали. А с Сашей к озеру идти тоже не хочется. Потому что вода, я говорю, очень сильно приманивает. И он там будет себя очень плохо вести. Куда полез на железяку на эту? Саша, это же тебе не лестница. Куда ты собрался? Кто там так кричит? Ну, вот эти вот беседки, да, скорее всего. Они там, мангал рядом. Вот они и стоят 15 рублей в час. Да ну, да ну нафиг это называется. Это надо минимум часа три брать, 45 рублей. Ну, берут, наверное, люди. Нравится там. В принципе, разные люди есть, конечно же. Все, мы мало погуляли бы на самом деле. Ну, как по мне, я бы тут такие круги наяривала. Просто что, комары, видите ли, закусали. Ну, закусали, конечно, действительно, есть такой момент. Я совсем запуталась. Там вот висит вывеска, отсюда не видно. Написано домик и гриль для отдыха. И тут такой вот домик. Саша, ну куда ты собрался? Ну, ладно. И вот тут действительно вот эти беседки и мангалы. Поэтому, наверное, все-таки вот эти беседки сдаются, а не та. Да-да-да. Их тут много, они такие достаточно большие и закрытые. Ладно, пусть погуляют. Далеко не убежит. Саша привел нас сюда, на скамеечку. Можно присесть. Я сегодня нашла, ну, вот этот вот браслетик, что покупала не так давно. И вот такой вот перстень у меня есть, тоже с малахитом. Вот так вот. Крутяк, да? Я так люблю такие прогулки. Только я люблю долгие прогулки. И так вот идешь себе, так хорошо. Где-нибудь, ну, вот как вот здесь, например, в Печерском этом лесопарке. Приятно дорожки, деревья. Ну, комары, да. Комары, конечно, жрут нещадно. Тут надо либо брызгаться чем-то, либо что-то не зря. А так вот мы приехали, там раз-раз и пошли. Ну, в принципе, для первого раза с Сашей, может, оно и нормально. Просто мы действительно не ожидали, что здесь так вот эти комары будут жрать. Вот правда. Ну, в лес есть лес. На самом-то деле я давно хотела в лес. Но я забыла, что здесь очень много разной живности. В общем, назад мы решили ехать на такси. Вызвали такси. Это получается, в принципе, столько, сколько мы заплатили бы за проезд за троих. То есть 300. Сейчас приедет машина, и мы поедем. Так что, наверное, сюда больше не будем приезжать. Потому что реально сожрали. Все чешемся. Едем такси.